Сейчас вышел на YouTube и пользуется большой популярностью фильм про жрецов. Ну, и он такой матерный, и мат там такой беззлобный, но всё-таки мат. И сначала смешно-смешно, а потом начинает раздражать. Я написал об этом эссе, которое называется так «Ошибки юности», матерная поэма Пушкина и вот ещё матерный фильм. Сначала смешно, а потом противно. Но сначала о поэме Пушкина. Пушкин ошибся. Думал, будет весело. И всё писал, писал. И смеялся, пока писал, чувствуется. Получилось длинное. И впечатление, что почему-то противное. Поэма разошлась, и всю жизнь он потом её стыдился. Почему? Потому что то, что уместно в приватной ситуации, неуместно на публике. Он нечаянно покоробил природную стыдливость. Ведь в приватной ситуации бывают не с каждым человеком. Но если ты со своей любовницей, тогда это нормально. Поговорить об всём, что ниже штанов. И о прочих мелочах приятных. Посмеяться, улыбнуться, весело. Но если это чужой человек, ему про это говорить неловко. Так что то, что уместно в приватной ситуации, то неуместно на публике. Он нечаянно покоробил природную стыдливость. Он, может быть, даже хотел это сделать. Ну, как бы освободить человека от ненужной стыдливости. Тем более общество так фальшиво учит нравственности юноши и девушек, что невольно вызывает протест. Потому что он хотел, может, разрушить эти фальшивые запреты. Но тут же природная стыдливость. Он её задел. И получил урок Пушкина, что это не только оковы на человеке. И стыдливость, но и благо. Если люди будут не стыдиться, тогда они будут надоедать друг другу с похабленными приставаниями. И всё это будет ненужно. Потому что это нужно только тогда, когда люди вдоволь насмотрятся друг на друга, вдоволь наслушаются друг другу, приглядяться, что они подходят друг другу. Вот тогда можно как-то приближаться к близким отношениям. Так что навязчивость того, что неуместно всегда, а уместно лишь иногда. Ну, говорит о том, что спрятано в штанах. Вот, теперь этот шкодливый фильм о жрецах. Наверное, мне фразу, Есенина, «Ты просто хрюкнул на Христа, Ефим Лакеевич придворок». Вот так же, как в стихах Пушкина, так и в этом матерном фильме. Молодые люди ошиблись. Получилось вульгарно, а потому и примитивно. Ну, фильм нравится всем. Почему? Потому что осточертили фальшивые священники, которые не от сердца говорят, а назидательным, важным тоном вещают, стращают, ругают и даже провоцируют власти сажать в тюрьмы людей. Вот это все так достало обществу, что общество потешается хотя бы в таком виде над ними. Это оправданно. Но это ошибка, тем не менее. Потому что авторы, как шкодливые школьники, плюют на материнскую грудь, от которой кормились молоком. Ведь это природа так устроена, что соврать и страшно, и тревожно. Показаться без штанов стыдно, что к другу привязываешься и любишь. И так далее. Получается, что все поучения Христа соответствуют природе человека. И насмехаться над этим, это насмехаться над самим собой. Получается глупо. А плевать на небо, это плевать себе в лицо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!